Поезд остановился прямо в тоннеле. Причем первый вагон уже вышел из тоннеля, а последний еще не вошел. Неожиданная остановка огорчила всех, кроме пассажира из последнего вагона. И не потому, что в его вагоне было светлее, чем в других, а потому, что недалеко от тоннеля жил его отец. Каждый отпуск проезжал пассажир через этот тоннель, но отца не видел уже много лет, так как остановки здесь поезд не делал. Пассажир высунулся из окошка и окликнул проводника, который разгуливал вдоль поезда. Что случилось? Да при выходе из тоннеля рельс лопнул. А скоро поедем? Да не раньше, чем через 4 часа, сказал проводник и двинулся обратно на другой конец тоннеля. Прямо напротив последнего вагона находилась телефонная будка. Пассажир сошел с поезда и позвонил отцу. Ему ответили, что отец на работе и дали номер рабочего телефона. Пассажир позвонил на работу. Сынок? Почему-то сразу узнал его отец. Я, батя. На целых 4 часа. Какая жалость, расстроился отец. У меня до конца работы как раз 4 часа. А нельзя отпроситься? Нельзя, ответил отец. Работа срочная. Ну да я что-нибудь придумаю. Пассажир повесил трубку. Проводник как раз возвращался из тоннеля. Едем через 2 часа, объявил он. Как через 2, ахнул пассажир. Вы же обещали через 4. Так ремонтник думал, за 4 часа отремонтируют. А теперь, говорит, за 2, объявил проводник и двинулся обратно на другой конец тоннеля. Пассажир бросился к телефону. Отец, тут понимаешь, какое дело? Не 4 часа у меня, а 2. Какая досада, огорчился отец. Ну да ничего, поднажму маленько. Может за час управлюсь. Пассажир повесил трубку. Из тоннеля насвистывая вышел проводник. Такой ремонтник попался хороший. За час, говорит, сделаю. Пассажир бросился к телефону. Отец, извиняй, не 2 часа у меня, а час. Вот незадача-то, приуныл отец. В полчаса я, конечно, не уложусь. Пассажир повесил трубку. Из тоннеля как раз возвращался проводник. Ну анекдот. Там работы оказывается на полчаса. Что ж он голову-то морочит? Закричал пассажир и бросился к телефону. Отец, а за 10 минут не сделаешь? Сделаю, сынок. Костями лягу, но сделаю. Пассажир повесил трубку. Из тоннеля, играя прутиком, вышел проводник. Ну и три пачи тот ремонтник. Столько работы, столько работы. А там делов-то на 10 минут. Вот гад, прошептал пассажир и набрал номер. Отец, слышь, ничего у нас не выйдет. Там один гад обещал стоянку через 4 часа. А теперь, говорит, 10 минут. Действительно гад, согласился отец. Ну да не отчаивайся, сейчас кончу. Все по вагонам, донесся из тоннеля голос проводника. Прощай, отец, крикнул пассажир. Не дали нам с тобой встретиться. Погоди, сынок. Шумно, дыша, закричал отец. Я уже освободился. Не вешай трубку. Но пассажир уже вскочил в вагон. При выезде из тоннеля он заметил будку путевого обходчика, а в ее окне старика. Он вытирал кепкой мокрое лицо и радостно кричал в телефонную трубку. Освободился я, сынок. Освободился. Но стук колес заглушал его слова.